вот так вот парнем что ребята вот наши находки сегодняшний в общем ребят едем договариваться куда рыбу сдавать ты готов а им ради для брата мне такую херню не говори поехали по нормально ты ко мне не прижимать вот такая она подводная охота на квадроцикл хотим заехать на платный водоем и договориться с охранниками что мы им короче денег дадим и поныряем на платнике пробуем пострелять на платном водоеме рыбу разрешат они нам или нет посмотрим снимать наверно это не получится а то есть спали то точно нам не разрешат а 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 и а а дым плывет может ему повезло ну че дэна есть рыба взялся зацепил большой 20 отлично давай тащи сюда вот так вот парни амур ну короче от павли 4 часа стоял на дне вот он красавец вот он килограмм 30 наверно да да килограмм 25 по 30 куда как взял-то да чё стояла на дне хороший платный выдаем да да плавник я покажи я первый раз такое вижу верхний плавник задели вот такая рыбка это толпы до того баку такую красивую выбрать с аквариума выбросил да только там и плавники не такие смотри какую не длинный вот этот план не а кто еще чубок покажите это видео четким попадание тяжелый ну все мы съездили удачно на водоеме отметились покушать нам хватит трофея взяли красавец сейчас его быстренько почистим разделаем потому что на улице тепло и вот собственно и судачки небольшие и такой же карп желтый всем доброе утро время 8 утра на улице уже не так уж тепло сентябрь как-никак но в мешке он до минус 5 на улице градусов 10 был ночь сейчас даже под утро жарко стало сейчас встаем завтракаем варим муху и ем копать привет ребят вот приехали в ярославскую область вчера нам посчастливо здесь поохотиться достать трофей плавал почти четыре половины часа и вот уже на последних рассказать из дыханий на глубине 11 метров попался вот такой трофей он весит больше скорее всего 20 килограмм по 30 вот вымотался очень сильно глубина большая была на левое ухо до сих пор не слышу потому что глубина большая продувался но плохо попал я ему вот сюда стрела прошла на вылет сопротивлялся очень сильно тянул вниз была приятная охота очень хорошее ощущение кто стрелял такую рыбу тот знает какие ощущения испытываешь когда стреляешь такую рыбу вот такая туша у нас будет сейчас решили почистить чтобы домой привезти только мясо дома не испачкать кухню ничего решили сразу же на природе его почистить вот такая вот крупная чешуя у него наверное будем топором чистить потому что чешую не пробьешь есть икра кстати он с икрой созревшим икра есть сейчас аккуратненько моего разделом чтобы кровь не пустить так 10 килограмм икры плавательный пузырь охренеть здоровый сады сады какой плавательный пузырь может не пойти поплавать надувный матрас простательный жира очень много все это тебе иди домой вот так вот отчеты помыли мы его чтоб он чистенький был чтобы не стыдно было домой вести да сделаем из него стейк 3 сентября я еще не купался уху сварить ухи поэтому нужно раздобыть немножко дров вот 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 давай дернем его давай мы это ездили покупали сюда по дороге и 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 Не, давай еще руби. Санька, получай. Вот, ребят, готовый продукт к употреблению. Сейчас будем варить уху, уже котелок дымится. Уху сделаем с разной рыбы, пожарим икру. Желтый аж жир, да? Да, это жир, вот это жир. Это все жир, вот. Еще сделаем стеки из амура. Раки готовы, пойдут тоже в луку. Хороший рак. Рыбу на луку. Мягкий. В луку идут только живые раки, ни в коем случае мертвых не плодите. В луке кидаем кости с жиром для навара. В луку пару луковиц. Все. Закидываем самый главный ингредиент для луки. Рыбку. Вот. Войдем в рыбку. Сейчас рыбка чуть-чуть поварится. До готовности рыбы дождемся. Встанем рыбу, положим ее в отдельную тарелку. Потом уже закинем картошечку, чтобы сварилась. И потом уже совместно рыбу. А судака будем кидать? Судачка кинем. И раков? И раков кинем сюда. Раков кинем уже в конце, когда лука будет доходить. Потому что раки варятся 5 минут. Маринуем. Сейчас еще добавим аджики. Будут стейки. Это и хвостовая часть. Не так сильно много жира. Будет приятно кушать. Пойду за аджикой. Мясо прям играет на солнце. Посмотрите. Я думаю, что оно нереально вкусное. Вот такие у нас уха. Самура судака с раками. Спонсор. Ничего нет. Спонсор сегодняшнего обеда. Водоемы Ярославской области. Скромный, так сказать, стол. Но на самом деле он не скромный. Рыбка вон. Рыба. Раки. Рыба. Рыба. Заметкар. Приехали в первую точку. Мы посмотрели по карте. Вот здесь была раньше деревня. Старая какая-то. Вот это θолмик такой. Лет hit всех стороном. Сейчас попробуем покопать. Может, здесь еще не будет интересно. Deus, XP Deus, хороший прибор, сейчас под сотку стоит, у меня две катушки, жадная и скромная, наушники все беспроводное, то есть у меня связь с катушкой беспроводная, просто одел, и все, я слышу катушку, она вот уши дает сигнал, очень хороший легкий прибор, один из лучших, у него очень хорошее разделение, вот он копает сигнумом, он более глубинный прибор, чем нежели мой, походим по монетам, скорее всего тут будут монеты, монеты будут царские, потому что на средневековое место тут не похоже ничего, вот сейчас состроим грунт, чувствительность, вообще, чтобы определить, была деревня или нет, нужно услышать звуки железа, это присутствие того, что люди жили, то есть очень много железа, когда можно понять, что люди жили, или когда копаешь керамика, она бывает разных цветов, в зависимости от периода, прибор 59-62, попробуем копнуть, вот здесь он находится, я заранее там закопал монету серебряную, берется вот так, это вот в этом куске земли, вот она, эта серебряная монетка, которую мы закопали, просто она дает цветной сигнал, любые, прибор вообще реагирует на металлы, на цветные металлы, на медь, на лаянистую бронзу, на золото, на серебро, на все металлы реагируют, даже на железо, ну вот, вот она дожила, вот, характерный железный сигнал, вот ямки, обязательно надо за собой закапывать, когда будут коровы пастись, другие люди ходить, чтоб не упали, не сломали себе ноги, нормальный сигнал, до этого пробки были, до этого были пробки, сейчас вроде сигнал нормальный, Опа, монета, монета? Да, монетка, офигеть, монетку подняли мы, монетку, копейка, монетка, период Николай, первый, вот с другой стороны, там, посмотри, ее надо чистить, будет, офигенно, первая находка у нас есть, вот, до этого мы проехали, просто уже 4 места, и все впустую, уже дождь идет, уже темнеть начинает, и мы все-таки нашли, нашли первую монету, я, короче, на квадрике катаюсь, пацаны копают, Дальше, конечно, кататься не очень круто, нет, на самом деле круто, вообще, сейчас в грязюку бы заехать какой-нибудь, я по полю гоняю, одной рукой, конечно, не очень удобно, еще что-то нашел, Блин, офигенное место, слушай, короче, сигнал просто устойчив, да, устойчив, показываю, что это не фейк, мы ничего не засунули, никуда, все, выполняется поиск, вот в этой кусочке он, здесь нету, здесь нету, что это такое, чешуя, Нет, это не чешуя, какая-то штучка, пуговица это, пуговица, вот два отверстия, мы нашли пуговицу. Ребята, выключаюсь, в общем, дождь идет просто нереальный, боюсь, что камере будет песец. На поле мы уже минут 20, подняли одну монетку Николаевского периода, подняли вон в той ямке пробку, а вот там дальше в той ямке подняли кусок сканины, кольцо. Вот тоже стабильный сигнал, иди покажи людям. Стабильный сигнал, светной, так обычно бьет крупная монета, или железо может крупная правильная форма ударить, но сигнал стабильный, их копать надо, вот. Бля, опа, рубль, не рубль, подожди. Что это? Серебро. Да ладно. Да. Да не, не серебро. Так, это... Ты уверен, что серебро? Да, серебро, Николай, Николай, это, сейчас подожди, затерто. 50 копеек, 1899 года. Ахерей, дай посмотрим. 50 копеек. Офигеть, слушай, сохран какой хороший. Ну это серебро. Оно всегда хорошо, да? Подожди, да, я протрую его, да, сейчас. Оно всегда хорошо хранит? Да, если не горит, но тут глина. Оно чуть-чуть темненькое. Куда? Побитое. Сколько такая стоит? Ну немного стоит, может тысячу, может полторы тысячи. Вот, ну это 50 копеек того времени, ну ходовая монета была. Да я вообще рад. Круто, круто. Давай золото, Дэн, еще осталось золото. Вот здесь, на этом поле находили золотой дирхем, вот человек. Находили монеты там, вот, дирхема, вон человек тоже машет. Срочно, срочно, срочно. Находки. Я этот самый быстрый репортер на этом поле. Что нашел? Еще не смотрел, но уверен, что вот это вот чешуя. Давай. Так, Денис перчатки мне забрал, чешуя. Ага, серебро тоже, да? Серебро. И Денис тоже нашел? Тоже серебро, монету нашел. Монету? Николая. А я Ивана Грозного, походу. Чешуя! А? Чешуя! Да. Охренеть. Петровская? Нет. Неужели люди столько теряли? Нет, более ранее. Более ранее? Да. Не знаю, сейчас не видно. Это надо... Денис нашел у себя портретную. Денис, протребь перчатку. Охренеть. Я Николая только что нашел, сейчас покажу. Сейчас покажу. Слушай, это не чешуя. Не чешуя? Это не чешуя, зверь тут, зверь. Зверь? Зверь, да. А что значит зверь? Это значит, что дел. Это значит, что дел, но... Подожди, а нет, конь, вижу коня. Вот, сарь. Чешуя, чешуя, чешуя. По размеру и по качеству чешуя. Вот, конь скачет. Вот написано, но убитенькая она. Убитенькая. Но все равно прикольно. Что, ребята, вот наши находки сегодняшние. Это сегодняшний один результат одного из копорей. Сейчас второй еще там, он ходит в темноте, еще копает. Да, чтобы вы понимали, на улице. На улице уже полный пицец. Идет дождь. Мы такие сидим, уже задубили, промокли, а ребят копают. Одна монета портретная с серебром. Вот, конечно. А ее в лимоночке потом она вообще будет. Одна копейка, она медная. Сколько ей лет? Копейки этой? Нет, вот этой. 1899-й. Получается 117 лет. Это этого же периода монета. Одна копейка. Но она убита. Медь. Вот, гурт виден. Походу, советы даже. Ну, не особо видно. Медь вообще убита. Ну, такая вот эта. Отконская упряжка, да, что-то. В общем, ребята, камера садится. Аккумулятор практически сел. На этом наш выпуск заканчивается. Если вам понравилось, обязательно лайк поставьте. Напишите комментарий. Обязательно напишите мне, как вам новые герои. Хотите ли вы, чтобы мы еще совместное видео сняли. И на этом у меня все. Всем удачи и пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok